Когда мы говорим про активы, то это то, что направляет деньги в карман. Хедж может выражаться в различных инструментах, во фьючерсах, в опционах, в принципе, в маржинальной торговле. Хеджировать свой портфель частично, да, можно вот с включением бумаг с отрицательной корреляцией. Человек говорит, у меня есть 1 миллион рублей, хочу через год иметь 10 миллионов. Возможно это или нет? Возможно ли составить инвестиционный план? Да, возможно. Другой вопрос, что в этом случае ты должен быть готов принять значительные риски. Максим, приветствую. Да, Николай, добрый день. Я сегодня хочу обсудить с вами основные термины инвестора. Я как человек, который с этим миром знаком относительно недавно, очень часто вижу случаи, когда кто-то что-то говорит, да, даже, например, мы когда с вами записываем видео, вы говорите какие-то слова, я их не понимаю. Я, соответственно, выписал некоторые из этих слов и сегодня хочу прояснить, что они означают. Не против? Не против. Давайте пойдем по порядку с буквы А. Активы. Понимание инвесторов. Понимание инвесторов, то есть очень важно различать бухгалтерское понимание, понимание, как я это, по крайней мере, для людей, к которым говорю. Активы – это все то, что создает прибавочную стоимость. То есть то, что создает ценность, купоны, проценты, доходы. Соответственно, когда мы говорим про активы, то это то, что направляет деньги в карман. Наверное, самое простое объяснение – это у Роберта Киосаки, дано. Опять же, небольшой адепт Киосаки, но для понимания в голове активы – это то, что создает… Облигации, акции. Все. То есть, ну, еще раз. Актив – это то, что создает направление денежного потока мне. То есть это могут быть облигации, это могут быть акции, это может быть недвижимость, это может быть автомобиль, на самом деле, который сдается в аренду. То есть, куда идет направление движения. Если я чем-то владею, что требует, чтобы я деньги туда платил, это пассив. Актив – это то, что мне дает деньги. Продолжаем слова на букву «А». Агрессивный портфель. Агрессивный портфель – портфель, в котором, как правило, или используется заемный капитал с очень высокой долей риска. Ну, опять, в каком контексте это называется? Инвестирование. Если в инвестировании, то агрессивный портфель – это портфель, в котором используется заемный капитал. То есть, агрессия создается за счет того, что ты хочешь получить более высокую доходность, более высокую доходность к рынку. Соответственно, для того, чтобы получить более высокую доходность к рынку, или у тебя должен быть какой-то торговый алгоритм, да, то есть, условно, алгоритмическая торговля. Это тоже агрессивный, может быть, портфель в этом случае. Или это использование производных ценных бумаг с использованием большого количества заемного капитала. Или это, может быть, в принципе, акции. Акции сами по себе, они теории, да, они обладают более высокой доходностью. И для пенсионера размещение денежных средств в акции будет агрессивной долей портфеля Шортить Теслу это агрессивно? Да То есть шорт тоже может быть элементом? Любой шорт это плечо То есть что такое шорт? Это следующее понятие, наверное, тогда Называют еще продажи без покрытия То есть когда вы продаете актив, который у вас де-факто нет То есть у меня есть у брокера на счете 1 миллион рублей И я считаю, что рынок расти не будет Рынок будет падать И акции Теслы будут падать Соответственно я прихожу к брокеру Говорю, брокер, дай мне взаймы 100 акций Тесла Брокер дает мне 100 акций Тесла Я их продаю условно по 600 долларов Они падают до 300 Я 100 акций взял, 100 акций должен вернуть Брокеру ему вообще без разницы, какая цена найти акции Ему важно вернуть количество товара, которое он мне передал Товар опять-таки условно, количество акций То есть я их продал под обеспечение своего миллиона рублей Я их продал, получил деньги Акции упали в цене Я купил, соответственно, за 300 рублей Количество акций вернул, положительная разница Это мне в карман Это агрессивный портфель Защита от потерь, он же хедж Как правило, относится к использованию производных ценных бумаг То есть это касается или опционов, или фьючерсов Ну, условно, у меня есть инвестиционный портфель Я покупаю там 1000 чуаксов по 100 рублей И думаю, что она будет стоить 150 рублей Но при этом я хочу захеджироваться от возможного снижения То есть я заранее плачу определенную премию То есть я могу продать в коротку через фьючерсы Эту ценную бумагу Что в этом случае я получаю? С одной стороны, это увеличивает мои постоянные расходы Потому что хедж, другими словами, это страховка И она всегда стоит денег Хедж может выражаться в различных инструментах Во фьючерсах, в опционах, в принципе, в маржинальной торговле Есть такое понятие тоже акций с отрицательной корреляцией Что это такое? Это значит, что, например, есть акции нефтяных компаний Есть акции авиаперевозчиков То есть что это значит? Если в портфеле у человека, у инвестора присутствуют две эти бумаги Ну, условно, аэрофлот и лукойл То есть когда цена на нефть поднимается, лукойл от этого хорошо То есть потому что товар, который производит и перерабатывает лукойл Соответственно, увеличивается И в этом случае при растущей цене не на нефть А акции нефтяных компаний будут расти С другой стороны, у авиаперевозчика, у авиакомпании Которая, ну, то есть значительная доля костов составляет топливная составляющая Соответственно, у них получается, что по мере роста цен на нефть Будет расти стоимость бензина, авиакеросина, авиабензина Аэрофлот летает глобально, он и в России может заправляться и за рубежом Соответственно, у него увеличивается от этого косты То есть если в России там есть демпфер и не так сильно сказывается То есть если это глобальные авиаперевозчики То в этом случае получается, что цена на нефть выросла лукойлу хорошо акции лукойла будут расти аэрофлота будет плохо потому что него затраты будут увеличиваться потому что стоимость бензина выросла и поэтому акции аэрофлота будут снижаться но при этом у меня портфель он будет неком балансе находиться да то есть нефтяные компании растут авиаперевозчики снижать и наоборот соответственно если цена на нефть упадет авиакомпаниям от этого хорошо нефтяным компаниям плохо и поэтому это называется ну то есть я рассказал про отрицательную корреляцию да то есть отрицательная корреляция когда компания не вместе ходят на ходит в противоход да то соответственно за хеджировать свой портфель частично да можно вот с включением бумаг с отрицательной корреляции инвестиционный план вообще в процессе консультирования то есть есть лично финансовый план есть инвестиционный план лично финансовый план как правило включает в себя план по доходам план по расходам план потому сколько денег остается куда они инвестируются если говорить про инвестиционный план это вот отдельно то есть здесь никто не смотрит на ваши доходы никто не смотрит на ваши расходы то есть вы говорите у меня есть деньги я хочу чтобы у меня через 10 лет было столько-то для того чтобы у меня была такая пенсия чтобы я мог купить машину чтобы я мог улучшить жилищные условия и чтобы меня была определенная норма обеспечения пассивного денежного потока соответственно инвестиционный план это как раз таки дорожная карта которая позволяет человеку понять как он к этому придет то есть сколько ему нужно инвестировать денег сейчас достижим ли данные цели на приду до на заданом горизонте времени и третья соответственно управляя этим инвестиционным планом человек у меня есть один миллион рублей хочу через год иметь 10 миллионов возможно это или нет возможно ли составить мессионный план да возможно другой вопрос что в этом случае ты должен быть готов принять значительные риски и ответит на вопрос что это будешь делать десятью миллионами именно через год зачем тебе это надо инвестиционный план а позволяет на это ответить а все provides Отличного финансового плана? А личный финансовый план, соответственно, он включает план не только по размещению, инвестированию денежных средств, он включает план по доходам, потому что люди у нас, практически никто не ведет личный финансовый план, но можно просто элементарно запланировать увеличение доходов на 20% в год, активного дохода. Можно запланировать сокращение расходов на 10%. То есть это вполне реально ни в чем себе не отказывает. То есть просто элементарно, если мы запланируем увеличение доходной составляющей на 20%, а расходов сокращения на 10%, мы как минимум 30% можем от денег, которые получаем сейчас, направить на инвестиции и, соответственно, включить это уже в инвестиционный план. Максим, двигаемся дальше. Вот такой вот есть термин, называется котлета. На всю котлету. Что это означает? Ну, это больше, наверное, не вопрос инвестиций, это больше вопрос трейдинга на всю котлету. Это считается на весь депозит. Как правило, это применяется в шуточном таком стеблном режиме, что вот бумага вырастет, покупаю на всю котлету. То есть на весь депозит, на все деньги. Шарчу на всю котлету. Где-то я слышал, что одна котлета – это 1000 долларов, скорее всего, нет. Но в моем понимании это не ограничено какой-то суммой инвестирования, это ограничено тем, что, ну, некий такой стеб, что отсутствие диверсификации, ол-ин, то есть безбашенный. Я верю в эту историю. Вот характеристика как раз-таки на всю котлету – это значит вложить все деньги в один какой-то инструмент. Депо и депозит – это одно и то же? Да. Что это? Брокерский счет у клиента, у брокера, он разделяется на две составные части. Первая – это, ну, условно, брокерский, то есть первая часть, где учитываются деньги. Второй счет – это где учитываются ценные бумаги. То есть как у нас есть расчетный счет, это обезличенные денежные средства, точно так же, когда открывается брокерский счет, есть двойной учет. То есть вы заводите деньги, они пришли на брокерский счет, и в качестве денег, ну, по сути, они лежат на банке. Вы покупаете какую-то акцию, человек покупает акцию на бирже. Соответственно, денежные средства с брокерского счета списываются в адрес депозитария биржи, перечисляются в контурагент, у которого купили, и брокеры следят за исполнением этих сделок. Соответственно, у контурагента, у кого вы купили, у него со счета депо списываются ценные бумаги и приходят к вам на счет депо. То есть, соответственно, на все депо, иными словами, это ценные бумаги, то есть ценные бумаги хранятся на счете депо. В данном контексте, когда говорят на все депо, это значит на все деньги, какие есть. Или сгорело депо, потерял депо, то есть это получается бумаги вроде бы были, влетел на маржин колл, депо обнулился. Тут грех не спросить, про что такое маржин колл. Маржин колл в двух словах, наверное, не скажешь. Маржин колл, то есть это предельное требование. Когда люди занимаются спекуляциями, когда они занимаются агрессивной торговлей, агрессивной частью портфеля, то они используют заемный капитал. Технически это выглядит, что брокерские счета по умолчанию, практически у каждого брокера, они являются маржинальными. Это значит, что как минимум, если человек завел 100 тысяч рублей, он может купить акции не на 100 тысяч рублей, а на 200 тысяч рублей. И брокер это позволяет, сложного в этом ничего нет, потому что брокер, он видит, что у человека есть деньги, ну, причем нет, просто видит, а они находятся на брокерском счете, которые этот брокер обслуживает. И, по сути, эти активы или эти деньги, они выступают обеспечением исполнения требований. То есть, если вы открываете, то есть покупаете акции не на 100 тысяч, а на 200 тысяч, брокер на самом деле не рискует. Он возьмет эти 100 тысяч лишние, которых у вас нет, и даст вам в долг, и позволит вам купить больше. Потому что понимает, что вы эти деньги не на себя куда-то тратите, а вы на эти деньги купили акции, то есть купили реальные активы. И, соответственно, когда происходит ситуация, что рынок идет против инвестора, который, допустим, купил акции в надежде, что они вырастут, купил по 100 рублей, там, 2000 акций, в итоге акции падают до 50 рублей, то есть 50% схлопываются. Получается в этом случае, что стоимость всех акций составляет не 200 тысяч, а 100 тысяч. И получается, что у брокера возникает риск, что обеспечение, которое есть у клиента в этом случае, оно снизилось. И он тогда говорит клиенту, да, ну, то есть, опять-таки, я уж совсем подробно рассказываю, не то, что звонит и говорит, все это автоматизировано, говорит, уровень маржи у вас очень низкий. Уважаемый клиент, или предоставьте дополнительные деньги, или предоставьте дополнительные акции, или закройте часть позиций, то есть продайте свои акции, как минимум, там, тысяч на 50, чтобы вы мне мои 50 тысяч вернули, чтобы я спал спокойно из-за того, что они упали в цене. Ну, то есть, продайте часть акций. И если, соответственно, клиент денег предоставить дополнительных не может, сам не выполняет требования о предоставлении, приведении уровня маржи к первоначальному значению, то в этом случае брокер принудительно, уже не спрашивая клиента, когда видит, что уходит в минус, соответственно, он закрывает клиента. Бумажный убыток, который был 50%, он для вас превращается в реальный убыток 50%. Причем 50% от позиций в 200 тысяч, а 50% от позиций в 200 тысяч – это 100 тысяч. То есть человек вообще может без своих собственных денег в этом случае оказаться. И это как раз таки называется маржин колл. И опасность маржин коллов заключается в том, что оно возникает исключительно у людей, которые используют заемный капитал, оказывает самое разрушительное воздействие, в принципе, на инвестиционный капитал. И любые потери, они, как правило, связаны с такими большими маржин коллами. Причем маржин колл может быть непрямой. То есть это может не касаться конкретного человека. Просто когда маржин коллы срабатывают в рынке, на очень сильной коррекции, в рынок появляется очень много заявок от брокеров, которые начинают принудительно закрывать клиента. Там можно посмотреть историю, что когда рынки падают, допустим, на 3-4%, то есть такое существенное падение в течение дня, то есть он как бы падает на 2,5-3%, потом такое некое зависание, может там до 2-х часов возникнуть, и потом пролив такой резкий вниз, то есть и на 5, и на 7% рынок может упасть. Это как раз начинают срабатывать сначала стоп-приказы, потом маржин коллы, то есть брокеры начинают принудительно закрывать клиентов. Стоп-приказы – это, по сути, стоп-лимит-приказ, лимитированная заявка, когда человек хочет заранее ограничить убыток. Стоп-лосс. Стоп-лосс – это ограничение убытка, тейк-профит – это ограничение, ну не ограничение, а забрать прибыль. Ну, про стопы больше будем говорить. Стоп-приказы – это, опять, в меньшей степени касается инвестирования, это в большей степени касается трейдинга. Люди, которые активно торгуют, покупают, продают. Есть некие такие примеры, что ли, да, и многие, кто трейдингу обучают, говорят, вы должны рисковать, там, не более 3% капитала. То есть, если вы открываете какую-то позицию, вы должны жестко, четко ограничить свой потенциальный убыток, там, 3%, или, там, можете, 5%. То есть, волю рынка вы даете сами. Что это значит? Это значит, что, если я купил акцию за 100 рублей, и думаю, что она будет стоить 150, я планирую заработать на ней 50%. С другой стороны, я не могу, условно, все время находиться у терминала и отслеживать. И я брокеру даю такой приказ, что в случае, если цена моей акции упадет до 95 рублей на 5%, продай ее по рынку. То есть, я заранее ограничил свой убыток 5%. И поэтому получается, что, когда рынок резко падает, начинают первым делом срабатывать такие стоп-приказы. То есть, вот именно от 3 до 5%. Срабатывают стопы, то есть, брокеры начинают исполнять поручения клиентов. Очень много желающих продать. Покупателей нету снизу, которые бы поддержали вот этот удар сверху, вот эту волну, паническую волну продаж. Никто покупать не хочет, она начинает идти ниже, 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 потому что дословно приказ выглядит при достижении цены 95 рублей продать по рынку. Можно сказать, продать по 95, но брокер может не продать, потому что цена может провалиться ниже. Продать по рынку и начинают срабатывать. А рыночные приказы, какая цена есть, по такой исполняют. А когда покупателей нет, цена падает очень сильно. И там, соответственно, вот уже полет, что называется, в подземелье. Говорят, стопы полетели. Да, стопы полетели, поймал дно второй, получи ее в подарок. Ловля падающих ножей. Это вот все про вот это, да, то есть когда там падают очень, рынки падают очень сильно. Вот то, что мы сейчас описали, можно ли это сравнить с коррекцией, или это другое? Это то, что усиливает коррекцию. Тогда что такое коррекция? Есть коррекция, есть падение, то есть коррекция – это движение в противоход тренда. То есть если был растущий тренд, то падение на растущем тренде – это коррекция. Если было падение, и начинается какой-то отскок – это коррекция к падению. То есть коррекция – это движение в противоход к предыдущему движению рынка. Поэтому, когда мы говорили про стопы, когда мы говорили про маржин-колы, это речь применительной коррекции. Они просто могут разогнать коррекцию в панические настроения. Потому что срабатывание стопов, срабатывание стопов, маржин-колы – это происходит не по желанию клиента. То есть это происходит принудительно. Я не знаю ни одного человека, у которого когда актив падает на 50%, чтобы он прям горел желанием продать этот актив. То есть он будет продать все, что угодно, только не там, где наибольшую быту. А брокер может принудительно закрыть, если будет предоставлено дополнительное обеспечение. Поэтому, как правило, вот эти вот стопы. Есть еще такое понятие «свозить на стопы». Ну, это все больше... Ну, еще раз, это терминология. Мы начинаем сейчас уходить в какую-то терминологию трейдинга. То есть, опять-таки, я ее знаю, я ее понимаю, когда-то занимался. Но сейчас это не моя история. То есть, кукловоды называют. Кукол придет сейчас всех свозить на стопы. То есть, почитаешь форумы. Ну, кому интересно, они могут на самом деле в этом разбираться. Есть определенные уровни психологические, которые выстраиваются. Условно можно определить по объемам продаж, по объемам покупок. Потому что на графиках можно видеть не только историю цены и график цены. Можно видеть еще и графики объема. То есть, когда цена подходит к определенному психологическому уровню, называется уровень сопротивления. Не может, не может, не может, не может пробить. То есть, сила продавцов столь велика от этого уровня. Это может быть какой-то исторический уровень или важный уровень психологический. И цена подходит, и пробить не может. Несколько раз подходит. Поэтому называют уровень сопротивления, который давит сверху на цену. То есть, здесь появляется большое количество продавцов, которые начинают давить, и не позволяют цене уйти выше. Но вдруг возникает какой-то оптимизм, желающих купить очень много. Все продавцы, соответственно, кто хотел продать, они продали. Или там хорошая новость, они уже продавать по этой цене не хотят. То есть, происходит прорыв уровня сопротивления, и цена выходит на новый уровень. Соответственно, в этом случае сопротивление предыдущее становится поддержкой. Тяжело будет обратно пробить, потому что здесь в этот период образовалось большое количество покупателей. Свозить на стопы. Соответственно, получается, что есть определенные уровни, и видно, где большой объем происходит на покупку или продажу. И бывает действительно такое, что если это какой-то оператор, какой-то крупный фонд пытается зайти в позицию, он просто может свозить на вот эти вот уровни. Условно, там, где было большое количество покупателей, минус 5% или минус 3%. Быстро кольнули, стопы вывалились, покупатель забрал по этой низкой цене, потому что они автоматически выставили на продажу, и пошло вверх. Часто приходится, опять-таки, на форумах смотреть, видеть. Перенес позицию на ночь, когда нет ликвидности. Утром проснулся, потираешь руки, актив вырос на 5%, заходишь там в терминал, в личный кабинет, а бумаг-то и нет. И ты думаешь, что происходит? А смотришь, на вечерней стессии, оказывается, быстренько свозили на стопы, и твои бумажки автоматически уже продались. Причем они проданы были на 5% ниже, а с утра на 5% выше. И ты понимаешь, что фактически кто-то на тебе просто прокатился, заработал свои 10%. Я так понимаю, что вот сейчас то, что мы рассказали, это вот какой-то анализ. Я знаю, что есть фундаментальный анализ и технический. Что такое фундаментальный и технический? В чем их отличие? Фундаментальный анализ, ну, если в двух словах ответить, фундаментальный анализ позволяет ответить на вопрос, что купить, а технический анализ когда, ну, и может быть, как. Вот это вот свозить на стопы, когда мы показываем? Это технический анализ. Но технический анализ, он фактически позволяет определить точку входа, то есть психологию, определенные уровни, уровни Фибоначчи, волновые теории анализа, или вот волны, или вот есть. Там много на самом деле тем, в которых используется золотое сечение, то же самое. Фундаментальный анализ, соответственно, позволяет ответить на вопрос, что купить, то есть что с прибылью компании, что с выручкой компании, что с маржинальностью компании, темпы роста прибыли, что с долгом компании, то есть вообще понять, став акционером этой компании, будет ли мне этот бизнес создавать долгосрочно прибавочную стоимость, дисконтируя денежные потоки, то есть сколько мне эта компания может принести денег через 2, 3, 5, 10 лет. Потому что я просто пришел в своей концепции к вопросу о том, что в принципе без разницы, по какой цене покупать акцию, если она мне создает прибавочную стоимость, промежуточную, и даже если она упадет в цене, и технический анализ говорит, что не надо покупать, она может стоить еще дешевле. Просто много написано книг, что технический анализ работает с вероятностью 50%. А фундаментальный? 50 на 50. Ну, фундаментальный практически всегда работает. То есть если ты следишь за фундаментальным анализом, если ты смотришь за тем, что делает компания, что делает менеджмент, и компания прозрачна, налажено корпоративное управление, отчетность перед инвесторами, компания не обманывает, и прозрачная, то это наоборот только усиливает ее привлекательность. У вас есть продукт, называется миллион долларов за 8 долларов в день. Какой из анализа вы там применяете? Фундаментальный. Ну, то есть здесь опять-таки основа, потому что концепция, вернее, система основывается на том, что нужно покупать коммерческих коров. То есть акции, которые как минимум на уровень инфляции вырастут, плюс дают промежуточную ценность дивиденды, которые можно направить на покупку этих же самых акций, этих же самых компаний. Там на самом деле очень много концепций, которые изложены. Я в отдельном мастер-классе или на вебинаре рассказываю, что за концепции целиком используются, но на что обращается ключевое значение? Это фундаментальное. То есть это цена и ценность, это денежный поток, это рентабельность, это маржинальность. Другой момент, что если человек принимает решение, что он готов там 100 долларов ежемесячно инвестировать, у него возникает момент, а вот сейчас, сегодня, мне приходится каждый месяц решать этот ребус, ответ на вопрос. Вот у меня сейчас есть 100 долларов каждому из детей, 7,5 тысяч рублей. Что на них купить? То есть мне нужно ответить на вопрос, что купить? Какие-то ставлю наблюдения, интересно, условно, может быть немного дорого, но я могу сказать, что недавно было желание, стремление избавиться от отдельных компаний, но я действительно понимаю, что сейчас они выглядят слабо. То есть они могут упасть, можно перезайти условно дешевле. То есть вот эти вот отголоски технического анализа во мне еще присутствуют, что перезайти на те же самые деньги, купить в два раза больше бумаг. Но я понимаю, что тогда я буду нарушать свои собственные принципы. То есть это опять эмоции, это опять жадность. И отлично, что здесь заложена система, здесь заложены алгоритмы, я этого не делаю, потому что ежемесячная инвестиция, по сути усреднение, позволит как раз таки, даже если они там сложатся в два раза, просто опять-таки на основе фундаментального анализа, а не технического. Я просто куплю этих компаний больше, на те же, что на тот же самый очередной 100 долларов. Ссылку на данный мастер-класс я оставлю в описании. Переходите, регистрируйтесь, принимайте участие, я думаю, будет полезно. Ну и завершение нашего диалога. В программе миллион долларов за 8 долларов в день, какой горизонт инвестирования и что такое горизонт инвестирования? Горизонт инвестирования – это, ну опять возвращаясь к инвестиционному плану, это условно докуда я планирую. То есть на 3 года, на 5 лет, на 10 лет, на 20 лет. Почему важен горизонт планирования? То есть нужно понимать, когда примерно ты планируешь получить, достигнуть цели финансовые. То есть в любом случае инвестиционный план предполагает определение целей, которые ты хочешь достигнуть, и определение срока достижения этих целей. Вот срок достижения этих целей – это по сути есть горизонт планирования. Вот что это значит. Поэтому в проекте миллион долларов за 8 долларов в день горизонт планирования здесь порядка 15-20 лет. Потому что опять четко спрогнозировать невозможно. В каждые периоды доходность может быть абсолютно разная. Но если мы отталкиваемся от доходности от 18 до 24% годовых, то капитал в миллион долларов формируется в промежутке между 15 и 20-25 годами. Опять-таки здесь важно еще закладывать параметры инфляции. Здесь важно закладывать среднюю доходность. Это понятно, что не линейная доходность. Когда-то может быть больше, когда-то может быть меньше. Поэтому горизонт планирования смотрим 15-20 лет. То есть это фактически к моменту совершеннолетия детей, к моменту даже не совершеннолетия, а к моменту поступления ребенка в высшее учебное заведение должен быть капитал не менее 500 тысяч долларов. И к моменту окончания высшего учебного заведения должен быть капитал, помимо получения образования каждого из детей, должен быть еще капитал, который формирует пассивно, по сути в форме дивидендов, в форме купонов, формирует доход от 3 до 5 тысяч долларов. В месяц. Купон это что? Купон это доход от облигаций. Максим, спасибо большое. Спасибо, Николай.